вот так выглядит один из оставшихся персиков это смотреть на него жутко это сеянис из минусинска минусинский сеянис вот так выглядит второй минусинский сеянис конечно я с него потом сиренки возьму вот видите здесь прекрасные сиренки но он уже не жилец не жилец снега у нас как всегда мало вот и еще у меня это были не привитые а вот это вот привитые вот это он же минусинский сеянис но привитые это уже пошла ветка подвойная не интересно что тут будет но это абрикос так которому был привит персик просто посмотреть на плоды на их вкус на размеры на не не будут ли они пахнуть персиками или хотя бы а чем черт не шутит вот вегетарианную гибридизацию запрещали 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 она почему-то не запрещается и теперь вот это вот веточка видите вот интересно посмотреть влияние по двое на эту веточку и наоборот но вид конечно жалкий еще вот это персик хасанский на сливе вот так выглядит лучший несколько спилили они были еще хуже того первого которое показывал короче вторая сорокоградская зима и но у меня молодежь подрастает несколько десятков вот смотрите 35 лет заниматься начал лет 25 назад это самый 2005 году сожгли у меня сад на острове это же зимой оставшись без свет существования я значит продал ну пышные персики были я продал из них ветки все что мог на черенки потому что время популярность моя была еще больше чем сейчас продал на черенки надо было выживать а после этого ударила зима 2005-2006 год вторая из 35 лет по морозу за 40 и все персики то поколение погибло я возрождал с помощью черенков которые себя оставил все погибли радость то какая была наконец-то уже персики погибли так вот после 2005 года вы видели снова плодоносящие персики прекрасные плоды плоды укропнились по сравнению с первым поколением это все отношу к тому что мы восстанавливаем райские качества вот они не не дичание несмотря на то что нам этих самых на китайских сливах мелкоплодных и манджирских абрикосов прививки и так второе поколение прожило вот персиков наелись до отвала в две тысячи ой пятый какой год то я забыл пятом году вот самое я многие подтвердят потому что я продал 1700 костей персика но сейчас получается все то есть второй этап закончился через год-два заплодоносят третье поколение пусть короткие но еще раз говорю не я себе сад поджигал поэтому и та зима которая это тоже была мне нечего было мне в сибирь залазить так что никого винить не буду это остатки второго поколения вот так выглядят дальше пойдем вот это вот абрикоса я делал о чем а сейчас скажу ко мне снова приехала елена александрова савини сейчас я еще раз вас с ней познакомлю почему потому что я на него надеюсь очень надеюсь вот это выпускница красноярского госуниверситета этот человек который такого же склада очень человек такой как бы сказать то я все-таки большие надежды не возлагаю чем они заключаются дело в том что фотографии мы делали вместе так и я хочу прокомментировать то что я и говорил вот смотрите вот это единственный проход плодов тут так много вот только здесь их в тысячу просто их пока не видно что проход единственный туда в сад закрыт я говорю рука не поднялась отрезать ветки расчистить проход хотя я очень неудобно это просто я показываю одну фотографию небольшой а это вот здесь вот я ей показывал подсадка здесь были две груши росло огромные груши урожай сумасшедший надевать его было некуда и я их спилил посадил 5 абрикосов то есть вместо этого учеба место все семечка в культуре а посадим косточка видите растут растут несмотря на то что уже видно что растут с нуля с нуля они были привиты за столом где-то в середине мая мне ирина Александровна Савельевич помогала немного уже научилась обматывать это огромный плюс вот и замазывает вот эти второй плюс то есть половина успеха уже ей принадлежит и главное то что вы видите что несмотря на то что здесь казалось бы вся земля высажена так высажена несмотря на это после семечков культур косточка растут ну ну сами видите сейчас только июнь вот а молодежь уже все растет хотя привиты за столом ничего хорошего в этом нет так получилось